Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов Подходит к концу нынешний семестр У нас осталась сегодня одна лекция И в следующий четверг заключительный семинар Итак, тема сегодняшнего занятия Экономическая политика и независимость страны Ведет занятие кандидат экономических наук Гавшин Борис Николаевич Пожалуйста Спасибо Здравствуйте, товарищи! Мы рассматриваем сегодня и вопрос О экономической политике и независимости страны Эта тема у нас уже неоднократно затрагивалась В рамках нашего университета Но она актуальна будет всегда И мы, конечно, вот на этих площадках Вырабатывали и докладывали Какой путь прошла страна Как должна бы развиваться Какой вектор развития предпочтительнее Какие меры предпринять И что мы предпринимаем Чтобы шла в более правильном направлении То есть где более интенсивное идет развитие И к чему-то прислушивались Но в основном не прислушивались И вот теперь уже от буржуазной власти Советник президента Академик Сергей Глазев 15 сентября на закрытой межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации Выдал свои предложения Называлась Речь о неотложных мерах По отражению угроз Существованию России Само название Это очень заложено Очень глубокий смысл И действительно Очень острый вопрос стоит Когда со стороны Многих европейских стран И Соединенных Штатов Америки На Россию идут санкции России надо Не только выжить Но и придать Новый импульс развития Который бы опережал Многих наших конкурентов Потому что конкурент Конкурента пытаются В мире принизить А если можно Уничтожить И Россию пытаются Уничтожать И Глазев А это нашумевшее такое Выступление В газете Коммерсанты Далеко это Никакая Небудь газета Коммунистической направленности Можно Хотя это Полезно Читать Коммунистические газеты Как и многие другие Как и Труды Многих наших Основоположников Но Когда Буржуазная газета Вот такие вопросы Ставит Это действительно Показывает Что Да Это затрагивает Интерес И Мы должны Тем более Эти вопросы О нашумевших Статьях И как же Вообще Предлагает Глазев Должны Рассмотреть И вот Чтобы Весь Труд Он достаточно Такой Большой Выработаны Меры Потому что Как говорить Как плохо Живется И Что у нас Вот Плохо Плохо Это у нас Достаточно много Говорят И много Цифр Приводится А вот Какие Меры Предлагает Товарищ Глазев Это Вот Пришлось Даже Вот Из Этой Очень Квалифицированной Работы Которая Работа Дает Что Дает Она Дает Вообще Пересмотреть Смену Экономического Курса От Свободного Рынка Перейти В Государственное Регулирование При Государственном Монополистическом Капитализме Которое У нас Сейчас Есть Самый Развитый Самый Совершенный Капитализм Который У нас Есть Потому что Многие Рыночники Нас толкают На 200 лет Назад Во времена Адама Смита Где Рынок Сам себя Отрегулирует И вот Здесь уже Глазев Говорит Что Вот Надо Принимать Такие Меры Надо Сменить Курс И Какие Меры Предлагают Я Вот Вам Зачитаю Ну вот Первый Раздел Это Меры По развитию Отечественного Производства Определить Стратегические Предприятия На основе Которых Будет Осуществляться Деятельность По Государственному Регулированию Экономики Для Развития Отечественной Экономики Следует Выделить Прежде Всего Предприятия Обрабатывающей Отраслей Машиностроение Станкостроение Инструментальной Промышленности Приборостроение Электронной Промышленности Мы Часто Слышали С вами Что Давайте Поддержка Малого И среднего Бизнеса И На малый И средний Бизнес В основном У многих Политиков И в исполнительной И в законодательной Власти Основной Идет упор Где Научно-технический Наивысший прогресс Где Наивысшая Производительность Труда Конечно Она В крупной Машинной Индустрии В крупном Машинном Производстве Вот На что Опираться Надо И Это и Показывает Уровень Страны Вот уже Советник Президента Предложил Дальше Дальше Вопросы Потом Будут Вопросы Потом Давайте Да У нас Заведен Знаете Порядок Такое Что-то Острое Давайте А так Вообще У нас После Вот Выступления Уже будут Вопросы И Готовьте Вопросы Дальше Ставится Вопрос Законодательно Установить Контроль За расходованием Амортизованных Отчислений Производить Амортизацию По Восстановительной Стоимости В срок Амортизации В соответствии С циклом Разработки Новых Образцов Средств Производства И Вот Он уже Ставит Не только Как исполнительные Власти Задачу А и Законодательные Власти Вот У нас Находится Ректор Нашего Университета И Уважаемый Михаил Васильевич Попов Профессор Президент Фонда Рабочей Академии Вот Они Вместе Написали Тогда Президенту Что Амортизационное Отчисление Надо Так Раз Делать Так Чтобы Они Во-первых В той Как предусмотрено Нормами Эксплуатациями В банках Находились Плюс Не расходовались Куда угодно А Эти средства Были действительно На обновление Потому что Мы Вспомним Морд Смерть А Морд Неумирание То есть Не допустите Умирание Предприятий И Мы Тогда Говорили Разбирали И вот Что там Некоторые До одного Процента Опускают Или Саяна Шушенскую Помните Вспоминали Которая Рванула Там В два раза Меньше Отчислений Было Чем Предусмотрена Норма Эксплуатации Так вот Теперь Уже Советник Президента Ставит Вопрос Мало Вот Он Приводит Что С Двенадцатого Года Четыре Триллиона Четыре Триллиона Долларов Ушло На Разные Приобрели Ценные Бумаги Активы Куда Угодно Направили Только Не на Обновление Фондов И Этот Уникальный Доклад Потому что Только В этом Докладе Многие Мы Цифры И не Знали А в этом Докладе Мы видим Вот эти Цифры Потом Приводит Цифру Что Вот Наш Инвестиционный Фонд Недополучил 13,7% И Государство Могло бы Получать Ежегодно Дополнительно Четыреста Миллиардов Долларов В рамках Страны И Потому что А поскольку У нас Не обновляются Фонды Потому что У нас Законодательно А в рамках Закона Это Если был Закон Это уже Можно и Власть Применить Что Почему Обратительные Отчисления Ушли Куда-то Ну когда Закона Нет Особо Никто Не спрашивает Ну и Вольное Такое Безразличное Отношение К этим А часто Еще И С целью Излечения Дополнительной Прибыли По теневому Уже Направлению И Он Приводит Цифру Что Это Могло Давать До Пяти Триллионов Долларов В год Дополнительно Ну вот Виктор Иванович Говорит В рублях До Это Действительно Так Виктор Иванович Это Я Оговорился До Пяти Триллионов Рублей А Да Ну Дальше Изменить Налоговложение В пользу Стимулирования Несырьевых Отраслей Экономики Тоже Очень хорошая Мера Потому что У нас В основном И бюджет Там В основном За счет Нефти За счет Газа Формируется Но Не за счет Других Крупных Машинных Машинной Индустрии Отраслей Сколько 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 Занимались И вот Михаил Васильевич Возглавлял Эту Тему И Депутата Деревянка Пригласил И У нас Есть Вы знаете Французов Николай Павлович Который Восемь По-моему Или семь Писем Написал Валентина Ивановна Матвиенко Когда Она Была Губернатором Нашего города По какой же цене Американцу Продали Инструментальный Сестрецкий Завод Который Действительно Был основан Во времена Петра Первого Он Был Флагманом Нашей Оборонки И После Великой Отечественной Ли С 1947 Года Он Перешел С оборонной Промышленности На Инструменты Изготавливает Завод Точных Инструментов И Прекратила Винтовку Мосина Выпускать Это последняя Винтовка Мосина Оружие Которое Выпускалось До 1947 Года А В наше Буржуазное Время Его не стало Хорошо Когда Спасибо Американцу Что Долго Бились Наши Исполнительные Власти И Запустили На Завод Чтобы Провести Концерт Потому что Сестарецк Отмечал 300 лет Где Отметить Такое Грандиозное Событие Надо Площадку Площадки Нет Как На Инструментальном Заводе Я был На этой Площадке И Конечно Разбитые Окна Пустующая Цеха Размороженные Отпустили Провели Ушли Все Закрыли Этот Стоит Завод Так И не Ответили По какой Цене Продали Этот Завод А Писем Отвечали Отвечали Так Умело Умело Пока Мы Этого Вопроса Не Знаем Это На Примере Инструментального Завода Вся Инструментальная Отрасль У нас И Производство Средств Производства У нас У нас Есть Производство Средств Производства И Производство Средств Потребления Конечно Производство Средств Производства Должно Быть Сопережающими Темпами А у нас Сколько Там Процента Три Осталось От Советского Уровня Где Наша Станко Строительная Отрасль Которая Оснащает Все Остальные Заводы Ну Вот Поэтому Уже Советник Президента Ставит Этот Вопрос Предоставить Следующее Предоставить Доступ К Недрам И Другим Природным Ресурсам Предприятиям Имеющим Госзаказ И Включенных Госпрограмму Развития Стратегических Предприятий О Госпрограмме Мы знаем Какие Госпрограммы У нас Госпрограммы Есть Такого По Направлению А Единой Какой-то Государственной Программы Развития Всей Страны Ее Нет Вот Мы Рассматриваем Вот Эти Меры Ведь Какие Были Попытки Были Попытки И мы Об этом Кстати Инородная Правда Широко Писала Главный Редактор Тоже Михаил Васильевич Здесь Уникальный Человек На первой Полосе О Стратегии Развития России До 2020 Года Выступление Владимира Владимировича Путина На расширенном Заседание Госсовета 2008 Год Уходит Владимир Владимирович А на второй Полосе А на второй Полосе В том числе И была Моя статья Поскольку Михаил Васильевич Назначил Меня как Главный Редактор Чтобы я Занимался Там была Моя статья В корне Презоположной Все экономические Политики Путина Да И там Казенного По-моему Была Нет Там была Одна Моя Ваша статья Рыночное И государственное Регулирование Где Рассматривал Достаточно Да Точно Точно Я вспоминаю Критически То что Предполагалось Внутренней Части Доклада Путина Да То есть Уже Тогда Велась Борьба И Михаил Васильевич Объяснял Что Вот это Надо Как-то По-другому И Вот Следующая Такая Мощная Попытка Это Концепция Социально-экономического Развития Страны До 2020 Года Подписанная В ноябре 2008 Года Уже Председателем Правительства Владимир Владимирович Путином Потому что Уважение Потому что Это наш президент Это те попытки Которые Мы Давайте И поймем Что и глаз И Попыт Это Уважение Не надо Мы Должны Мы Должны Знаете Мы Рассматриваем То что Положительное Но к сожалению То что вы Говорите Вот С уважением Да Но вот Уважение Даже К своей Подписи А это В ранг Пятый Уровень В качестве Распоряжения Председателя Правительства Не реализовано И клуб 2020 Был Не реализовано И вот Теперь Мы Рассматриваем Вот эти Меры Которые Выработаны Помощником Президента Чтобы Они тоже Не ушли Куда-то В песок Потому что Если Активной Какой-то Поддержки Населения Не будет В том числе И нас С вами То И это Может уйти Как вот То ушло И в хаотическом Порядке Будет развиваться Страна Развитие Идет И вообще Идет От целого К целому А не от части К целому Поэтому конечно Нажда Целая Наша Россия Потому что У нас Многие Лишь бы Извлечь прибыль И мы Россию Можно разделить Чтобы ее Не перестала Чтобы Россия Перестала существовать Как перестал Советский Союз Существовать Что Разве нет таких Есть такие Поэтому конечно И коммунизм В его первой стадии Социализм Когда может быть Он только может Выйти из капитализма Ни из фидализма Ни рабовладельческого Строя Ни от какого другого Не может Он только Из капитализма Причем Какого капитализма Самого совершенного Капитализма Который мы сказали То есть Или империализма Сокращенно Вот И по другому Быть не может Поэтому Чтобы развился Более прогрессивный Общественный Строй Конечно Надо Развивать Крупную Машинную В первую очередь Индустрию А не ларьки Второй блок Предлагается Мер Меры по финансовому Обеспечению Развития Отечественного Производства Это главный Блок Потому что Без финансов Естественно И Тот блок Не будет действовать Установить ставку Рефинансирования Которая не должна Превышать Среднюю норму Прибыли В инвестиционном Коплексе За вычетом Банковской Можи 2-3% И В обрабатывающей Предлагает Промышленности В инфраструктурных Инвестициях Кредиты До 20-30 лет Под 1-2% И это Тоже Очень важно Вот мы Часто Смотрим Как развиваются Западные Экономики Ну вот В Америке 0,25 Ставка Рефинансирования У них тоже Двух уровней Банковская система И Также Как у нас Есть Центробанк Которые Банки у нас Коммерческие А их Порядка 700 Сейчас В год Около 50 Да Виктор Иванович Примерно Исчезает Банков А было Порядка 2,5 тысяч Коммерческих Банков Они берут Поставки Рефинансирования Которые Сейчас Составляют 11% У нас Накручивают Свои проценты И Предлагают Не только Физическим Лицам Но и Отраслям Промышленности Естественно Таких Высоко Рентабельных Предприятий И нет Поэтому и нет Более 70 тысяч Предприятий У нас Поэтому уже Советник президента Об этом говорит Хотя Можно И мы С Михаилом Еще обсуждали Он говорит А может Вообще Отрицательный Не положительный А отрицательный Может конечно Можно Государству Дать и Наоборот Чтобы Развивалось И в минус Сделать Так как Мы знаем Сейчас Москва Развивается Москва Развивается В два с лишним Раза Увеличилась Куда В сторону Блока НАТО В сторону Украины До Калужской Области И Если в прошлом Году Говорил Собянин Что У нас Средняя Зарплата Преподавателей В школе Более 60 тысяч Уже В этом году Докладывает Президенту Более 70 тысяч Средняя Зарплата В школах Думаешь Сколько У нас Вообще У нас Профессора Выступают И университетов Сколько У них Такие Зарплаты Должны Быть Если По московским Меркам То конечно Если мы Хотим Развивать Дальний Восток Сибирь Украина И всю Россию Конечно Надо Наоборот В Москве Делать Меньше Зарплаты А Везде По всей России Делать Больше Тогда Люди Потянутся Туда А не Вся Россия Будет Съезжаться В Москву И Москва Будет Пухнуть Развиваться И Деньги Концентрироваться И Те же Пробки Совершенно Правильно Следующее Определить Перечень Стратегических Предприятий Кредиты Которым Рефер Анонсируются На льготных Условиях То о чем Мы говорили Что могут И Сотрицательные Это было Тоже правильно Это Дало Развитие Нашей Промышленности Перейти С внешних На внутренние Источники Кредитов Осуществлять Замену Внешних Займов Государственных Корпораций И банков Целевыми Кредитами Предоставляемые Банком России На Аналогичных Условиях Через Один Институтов Развития Или Непосредственно Под Обязательство Заемщиков Выполнить Депшеризацию Российской Экономики И вот По Если взять По Посмотреть Где же Займы А займы Как раз Беда И Даже об этом Глазе говорит Что Мы Зависим От Капиталистического Производства И Наши Банки Работают На Зарубежных Капиталистов И Конечно Сергей Глазик Как помощник Президента Уже должен Советник Президента Уже должен Советовать Вот он Советует И вспоминает Про Депшеризацию Выполнить Депшеризацию Российской Экономики На основе Разработки И реализации Соответствующей Президентской Программы И Вот И Вот он Что Вспоминает Что Депшеризацию Вставе Вот В послании У нас Ежегодное Послание Федеральному Собранию Вы знаете У нас Двухпалатный Орган Верхняя Палата Совета Федерации Нижняя Палата Государственная Дума Так вот Ежегодные Послания Послания Двенадцатого Года Тринадцатого Года Там Указ Президента Не выполнено Что Мы в окончательном Варианте Перевернули Страницу Истории Депшеризации Нет Не получается Вот поговорить В очередной раз В послании Поговорить с бизнесом Я представляю Как тяжело Нашему президенту Даже Который Олицетворяет Не только Нашу страну А в первую очередь Господствующий класс Буржуазию Как ему тяжело Эти вопросы Что не выполняются Послания Как можно выполнять послания А никак Послания Послал И послал Потому что Надо конечно Указами Программу Действительно Президентскую Разработать Ну а этого нет Кто ответственный Какие сроки Какие рычаги И понятно Идет Вот пробуксовка Дальше предлагает Национализировать Российские корпорации Зарегистрированы В апшорах В случае отказа Перейти На Подроссийскую Юрисдикцию Очень правильно Очень правильно Конечно И Мы в нашем движении Конечно Должны Поддерживать Вот эти Предложения Распродать Валютные Активы Размещенные В обязательствах США Великобритании Франции Германии И других Странах Участвующих В санкциях Против России Их следует Заместить Инвестициями В золото И другие Драгоценные Металы В создании Высоколиквидных Товарных Товарных Ценностей В глобальные И Интеграционные Проекты Еврозес ШОС И Брикс Сформировать Совместную Международную Платежную Систему Страны Брикс С участием Планов По созданию Российской Национальной Платежной Системы Ну Конечно Что В области Платежной Системы Самая Распространенная У нас Это Китайская Платежная Система Чайной Юнион Пэй К ней Относится Вот это Сергей Класс Приводит Пример К ней Относится Сейчас Секунду Секунду Пользуемся Пользуемся 25% Мастеркард 19% И Это В 150 Странах Принимаются Карты И Выпускают В 30 Странах Куда Китай Можно Представить Ушел Конечно Надо Чтобы В России Была Действительно Национальная Платежная Система Следующая Разработать И Внедрить Собственную Международную Расчетную Систему Независимую От Подконтрольной США Банку России Осуществить Рефернансирование Коммерческих Банков Под Рублевое Рублевое Кредитование Но Мы знаем У нас Многие Болеют Зарубежными Всеми Валютами Только Не Своей Усилить Контроль За Банками Начать Активную Работу Правоохранительных Органов По Распространению Действий Статьи 174 Уголовного Кодекса Уголовного Кодекса Легализации То есть Отмывания Денежных Средств Или Иного Имущества Действительно Если в качестве Государственной Задачи Поставить Правоохранительным Органам То это Будет Очень Эффективная Мера Ужесточить Административную Уголовную Ответственность За незаконный Вывоз Капитала У нас Даже в последнем Послании Президента Что Ну давайте Еще продлим Амнистию Капитала И Поговорим Тех Кто вывез Как же Вообще Вернуть То Если вспомнить Товарища Сталина То без давления Со стороны Государства Где Включены И все И МВД И ФСБ И другие Правоохранительные Прокуратуры Следственные Комитеты Где Все органы Могут на это Работать Если в качестве Государственной Задачи Поставить То конечно Это мы Продвинулись Далеко Вперед Перенести Основную Тяжесть Налогообложения С Производителей На Получателей Доходов К этому Следовало Бы Добавить И Вести Прогрессивную Шкалу Налогообложения Потому что Только в нашей Стране Плоская Шкала Налогообложения 13% Ну и то У кого В акциях Там 9% Заплатят Конечно А? Уже 13% Сравняли Да? Ну вот Сравняли Но она Осталась Вот теперь На самом деле Плоская шкала Налогообложения Теперь все 13% А многие Во многих странах Заплатят Более 50% И даже В капиталистическом Обществе Уже Можно решать И социальные Вопросы И третий Последний блок Организационные Меры По обеспечению Регулирования Роли государства Создать Государственные Комитеты По стратегическому Планированию При президенте Российской Федерации И Государственный Комитет По научно-техническому Развитию Российской Федерации Тоже При президенте России ГК КСП РФ И ГК НТР РФ Таким образом Сергей Глазев Поставил В организационных Мерах Что вот эти Два комитета Он предлагает На уровне Заместителей Председателя Правительства Но понятно Поскольку При президенте В основном Будут замыкаться И на президента И Достаточно большой Статус Замопредседателя Правительства Ну вот Это конечно Тоже Большой вклад И мы видим Что Тогда Капиталистический Образ Жизни Который Есть в нашей стране Придаст Развитие И Наша страна Не будет в загоне Среди других Капиталистических Стран Понятное дело Что Если бы был Тот строй Который Был построен Коммунизм В первой его стадии Социализм Который Просуществовал С середины 30-х годов И действовала Сталинская экономика До 60-х Годов До 61-го Конечно Это бы Конечно Были Большие темпы И мы В Великую Отечественную Войну Выиграли И Развивалась Экономика И мы говорили И на Сталинской Конференции В наших выступлениях Какие это были Цифры Конечно Таких цифр Не будет Но среди Капиталистических Стран Конечно Россия Хоть показала бы Не минус Валов Внутреннем продукте А валов Внутренний продукт Куда все валит И строительство Построили Туда валит А крупная машинная индустрия Если так Три процента Четыре Минус А с крупной Машинной индустрией Там все Десять процентов Минус Конечно Надо Развивать Теперь Ставится Вопрос Что Общий долг Российских Заемщиков Составил Пятьсот Шестьдесят Миллиардов Долларов Долларов Пятьсот Шестьдесят Миллиардов Долларов А Валютный Резерв У нас Триста шестьдесят Миллиардов Долларов То есть Угроза Дефолта Если С учетом Санкций У нас Потребуют Вернуть Деньги То Наши Резервные Валютные Сбережения Никак не покроют Триста шестьдесят Пятьсот Пятьсот Шестьдесят Миллиардов Долларов И Это тоже Угроза Это тоже Независимость Экономическая Независимость России Это зависимость Это зависимость России Да Влияет на Независимость России Поэтому Вот В нашем Движении Конечно Не так Часто У нас Вот такие Идут Выступления Государственной Жесткой Регулирования Экономики С конкретными Мерами И конечно Надо поддержать И В ближайшее время Будет опубликованы И в народной Правде Вот эти Меры Которые Я считаю Что наиболее Актуальны Главный Редактор Газеты Профессор Попов Даст зеленый Свет В этом направлении Чтобы Во многих Субъектах Федерации В нашей Стране И за пределами Могли Прочитать Наши граждане И конечно Поддержать Потому что Если Эти Вопросы Будут Забыты Как И концепцию Социально-экономического Развития Страны До 2020 Года Я Вот Может быть Полностью Сегодня Не Прослушал Трест лишним Часа Владимир Владимир Путин Выступал Президент Наш Отвечая На вопросы Средства Массовой Информации Я что-то Не услышал Чтобы Кто-то Задал Вопрос А как Меры Потому что Где Это Были Меры На Закрытой Межведомственной Комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 15 сентября Заслужены А дальше Дальше Будут Заслужены Уже Заслужены На Большом Совете Возглавляет Председатель Совета Безопасности России Владимир Владимирович Путин Секретарь Совета Безопасности Николай Патронович Патрушев Будет Ход туда Или не будет Вот даже Что-то Я не услышал Может быть Вы кто-то Услышали В вопросах По реализации По моему Опять тишина Если такая тишина Ну значит Можно замять Не дать ход И будут забыты Хорошие Предложения И хорошие Выработанные Меры И Страна Опять будет Развиваться В хаотическом Порядке И неизвестно Куда Вообще Занесет В этом Развитии Спасибо За внимание Время Время Как раз Завершено Вот в связи С изложенной Программой Развития Бужуазного Как говорится Государства Нашего Каковы Вы видите Задачи И позицию Рабочего Класса И рабочего Движения В этом Во первых Спасибо Во первых Программы Никакой нет Ну вот То что Нету Программа Это Еще раз Это советник Президента Предложил Меры Основываясь На цифрах И Он Основывается На цифрах Основывается На тех Конкретных Мерах Которые Предложил Но Эти же Меры Это Право Есть Чтобы Осуществлялись Но Право Есть Чтобы О них И не Вспоминали Поэтому Роль Рабочего Движения Роль Рабочего Движения Потому что Какая Вот Это В интересах Всего Рабочего Движения Это Будет Развиваться Крупная Машинная Индустрия Это Будет Развиваться Россия И Конечно Всему Рабочему Движению Надо Поддержать Выработанные Меры И Предложенные Уже На Закрытой Межведомственной Комиссии Совета Безопасности Российской Федерации И чтобы Рассмотрел Уже Большой Совет Препрезидента Это Надо Додавливать Всему Рабочему Движению Не Додавишь Уйдет Песок И Не Будет Этих Мер И Когда Следующие Мера Неизвестно Когда Да Пожалуйста Советник Президента Президент Сам Олигарх Советник Его Тоже Олигарх Но Он Конечно Занимается Как бы Успокоением Рабочего Класса Как будто Составляет Программу Объективную Программу Он Просто Хитрить С народом Происками Занимается И Это Ничего И не Пройдет Никогда В жизни Потому Что Мы Правительство Олигархическое Не пропустим Вопрос Какой Вопрос Вы Как Думаете Ну Вот и Есть Вопрос Вы Как Считаете Я Был Только Отреагировать Что Как Олигарх Вот Понимаете Вот Мы Знаем Достаточно Много Олигархов У которых Крупные Олигархи У которых Не один Миллиард И не один Десяток Миллиардов Долларов В активах По Президенту Российской Федерации Я Этих Цифр Не знаю Поэтому Под большим Сомнением Я бы Отнес Его К олигархам Потому Что Надо Опираться На факты И цифры Таких Цифр Если вы Знаете И Сошлетесь Официально То да Не дает И нечего Ссылаться А вот Что касается А что касается Поддержки Конечно Надо По Рабочему Держанию Поддержать Чтобы на Большом Совете При президенте России И Председателе Совета Безопасности Российской Федерации Меры Вот эти Как мы Рассматриваем Должны Рассмотрены И мы И сегодня Рассматриваем Для чего Не просто Вот Что Вот Глазев Где-то Сказал А что Мы Рассмотрели А мы Хоть Сейчас Разбираем И основу Понимаем Что Какие же Меры И меры Конечно В интересах Рабочего движения Так еще Вопросы Занимаются Обычными Выступления Будут Вопрос Вопрос Не Спасибо Борис Николаевич Переходим Вопрос Пожалуйста Спасибо Сейчас Мы Прослушали Тезисы Буржуазного Экономиста Глазева Нам Рекомендовано Взять На вооружение Рабочий Класс Значит Должен Поддержать Какая Цель Всех Вот Этих Тезисов Я Не буду Говорить Об Их Частичной Утопичности Частичной Реакционности Просто Какая Цель Преследуется Сделать Россию Сильным Государством Но Россия Она Буржуазная Что значит Буржуазное Сильное Государство Это Государство Это Аппарат Насильное Подавление За рабочим Классом Тем Больше Мощнее Аппарат Подавления Тем Сильнее Государство В чем Интерес Рабочего Класса Поддержать Нам говорят Что будут Заводы Фабрики Будет сам По себе Рабочий Класс Но Дело Не в этом Ну и что Будет В забитом Состоянии В угнетенном В чем Смысл Смысл Рабочего Класса Не в том Чтобы он Был А в том Чтобы Освободиться От этого Угнетения В том Чтобы вообще Классовые Различия Исчезли Вот в чем Смысл Это Ваш Это Мой Да Это Я Говорю Значит Само По себе Сильное Государство Экономически Сильное Еще не Значит Рабочий Класс Хорошо Живет Потому Что Уровень Жизни В Классовом Обществе Зависит От Соотношения Классовых Сил Только От Этого И Больше Ни От Чего Нет Экономики Не От Мощных Заводов И Фабрик Какое Соотношение Такое Как Развивает Тезисы Глазева Рабочее Движение Как Они Усиливают Соотношение Классовых Сил В пользу Рабочего Класса Да Никак Вообще Об этом Ничего Нет Поэтому Наша Задача Не поддерживать Эти Псевдо Тезисы Глазева А наоборот Раскрывать Их Реакционную Сущность И доклад Надо было Сделать Не Правильно Есть Делающие Промышленности Нет И рабочего Класса Я думаю Что Вопрос Правильно Подставил Пан Сергеевич Каждый Класс Должен Думать Прежде всего Своих Интерес Вот Если Мы Так Не поставим Вопрос То Нечего И обсуждать Все Классы Эгоисты Все Классы Эгоисты Можно Говорить Про Отдельных Людей Это Для Них Предусудительно Если Скажем Вы Эгоист Я Эгоист Для Классов Это Непредосудительно Странно Было Бы Ожидать Чтобы Классы Заботились О чужих Интересах А не О своих Поэтому Надо Подумать О том А в чем Состоят Интересы Рабочего Класса По отношению К Производству Не По отношению К государству По отношению К государству Тут Совершенно Правильно Говорит Пан Сергеевич Это Государство Надо Круче Говорить Надо Его разбить Сломать Уничтожить И заменить Государством Пролетарским Правильно И об этом Совершенно Всем Я думаю Тут Ясно Вот Поэтому Даже Когда мы Обсуждаем Такие вопросы Надо Правильно Формулировать У нас О государстве Речь Или О производстве Или О стране Вот скажите Пожалуйста В крупной Стране Больше Вероятность Победы Социалистической Революции Чем В мелкой Это Всем ясно В крупной Конечно Больше Потому Что Такая Территория Вот посмотрите Как у нас После Великой Октябрьской Старистической Революции Разворачивалась Гражданская Война Там Уже Подходят К Москве Там Колчак Там Деникин Значит Если бы Небольшая И крупная Страна Легко Было бы Задушить Как задушили Советскую Республику Венгерскую Очень быстро Раз И все Как Финляндия В крови Утопили Совет Рабочих Уполномоченных И Революцией Финляндии Причем Даже Убивали Русских Солдат Которые Поддерживали Финских Рабочионеров Как Утопили В Баварии Советскую Республику В Баварии Жьи была Советская Республика То же самое Поэтому Очень Очень Важно Одно Дело Какая Была Россия У нас Сейчас Вероятность Скажем Условия Для революции Хуже Чем Были В Советской России Потому Советский Союз Была Форма Существования Российского Государства Возьмите Советский Союз Привавьте Еще Финляндию И Польшу Вот Была Территория Она Уже Была Меньше После Революции А Теперь В связи Перед Войной Она Увеличилась Накануне Второй Мировой Войны И после Второй Мировой Войны Калининградская Область У нас Прибавилась Между прочим Но После Контрреволюции Мы Получили Гораздо Меньшую Территорию Теперь Что касается Промышленности Что такое Социализм Социализм Это высшая Техника Высшая Промышленность Как говорил Ленин Так То есть Что Нужно Для того Чтобы Совершить Социалистическую Революцию Нужно Иметь Фундамент Некоторые Неправильно Даже Интернационалы Поют Весь Мир Насилием Мы Разрушим До основания Затем Мы Наш Новый Мир Построим Из пыли И Вот Сейчас Все Разрушите И Давайте Из него Строить Ничего Нет Вьетнам Если бы Не помощь Советского Союза Китая Не было бы Социалистической Републики Вьетнам Не было Еще нет Ни одной Социалистической Революции Которая Началась Или удержалась Без помощи Советского Союза Пока Нету Еще Такой Ни одной Самостоятельной И Китай С помощью Советского Союза И Вьетнам И Корея И Куба Давно Уничтожили Куба И сохраняется Можно я выступлю Нет такого Способа Производства Социалистического Есть коммунистический Способ Производства А социалистического Вообще нет Так что И сохраняться Он не может Так вот Развитие Крупной Машинной Индустрии Это Материальная Марк Говорил об этом И Ленин Говорил Материальная Подготовка Коммунизму Материальная Подготовка Будет Промышленность Крупная Крупная Промышленность С этими Производительными Силами Несовместимы Старые Производственные Отношения Чтобы это Противоречие Было резким Потому что Рабочий класс Он не выдумывает Это противоречие И не является Просто Такой политической Силой Которая борется Это вот Такая сила Которая рождается Из экономики Кто готовит Организует Рабочий класс Кто Партия Или капитализм Вообще За нас учили Что Капитализм Экономика Капиталистическая Она организует Рабочек Она обрывает Все феодальные цепи Она делает его Более образованным Она делает его Дисциплинированным Она сплачивает его Как она может его сделать У нас будут кругом ларьки Если у нас будут ларьки Это мелкий бизнес Если у нас будут Уничтожены крупные предприятия Никаких перспектив Социалистичных Никаких Тогда То есть Из пыли Из мелкого Производства Никакого Социализма Не было И быть Не может Поэтому Всякие Меры По подъему Производства Которые Совершаются И которые Вытекают Из логики Развития Производительных сил Должны быть Поддержаны Рабочим движением Потому что Это наши Интересы Это самые Наши Глубокие Именно поэтому Та же самая Буржуазия Она чувствует Что Это С одной стороны Она вроде бы За развитие Производства Поскольку это Обеспечивает Ей прибыль С другой стороны Чувствует Что это То самое Приближение К падению Своего Своей власти Она в этом тоже Чувствует Почему Ленин как говорил Социализм Это единая Монополия Единая Монополия Единая Капиталистическая Монополия Обращенная На пользу Всего народа И потому Переставшая Быть Капиталистической Монополия Если мы Эту монополию Потеряем Перспектива Социализма Отдаляется Очень далеко А мы Теряем И мы От этой Монополии Далеко ушли Потому что По сравнению С концентрацией Производства Которая была В Советском Союзе Масштабы Предприятий Какие у нас были 35 тысяч Кировский завод Сейчас 7 40 тысяч Светлана Сейчас 3,5 тысяч И так далее 120 тысяч Зил Сейчас 0 И так далее И что вы на этом месте Какой там может быть Социализм Если нету там Рабочего класса Который был на Зиле А Зил это Флагман То же самое Уничтожается Во всю Завод Газ На Волге И так далее Вот все это происходит Мы должны понимать Что в наших интересах Поддерживать Все меры Которые ведут Как правильно Формулировать К развитию капиталистического Государства Или к развитию Промышленного Производства Нас не волнует Развитие государства Нас волнует Развитие Производства Вот развитие Производства Это интерес Рабочего класса А развитие Капиталистического Государства Прямо Предположено нашему интересу. И если кто-то в этом государстве стоит не на точке зрения рынка свободного, то есть не на точке зрения Адама Смита, старый, что рынок все решит, все это сделает, то есть отсталый, реакционный по отношению к монополистическому капитализму, то в данном случае, если есть спор между сторонниками вот этого движения на рынок, что рынок все решит, и сторонниками другой линии, которые представляет собой английский экономист представлял в свое время Джон Мейнард Кейнс. Буржуазный, конечно, буржуазный, но этот буржуазный экономист признал, что капитализм чреват кризисами впервые от буржуазной политэкономии, что нужно проводить государственное регулирование и нужно обеспечивать и нужно обеспечивать государственное регулирование экономики. Без этого вы вперед не пойдете. Без этого нынешний капиталистический класс сам, у него все рушится, все валится из рук. Поэтому в этой ситуации, в которой находится сейчас Россия, и в этой ситуации, в какой вообще находится мировая экономика, все люди, которые стоят за прогресс, в том числе и представители рабочего класса, и прежде всего представители рабочего класса, должны поддерживать из те меры, которые предлагают Кейнсиансы и отвергать все меры, которые предлагают либеральные экономисты. Типа тех, которые гнездятся сегодня в высшей школе экономики, которыми забито все правительство и все остальные советники, те же самые либеральные экономисты. Поэтому еще можно удивиться, почему они не съели этого самого Глазьева, а могут и съесть. Поэтому я думаю, что для нас совсем не безразлично. И каждый настоящий политик всегда, исходя из интересов своего класса, всегда ищет трещины в лагере своих противников класса, их поддерживает тех и те действия, и тех лиц, которые совершают эти действия, которые в данный момент соответствуют интересам, с которыми связано дальнейшее приближение революции. Вот почему вот эти меры мы, конечно, еще должны поддержать. Хотя совсем не факт, что если даже при самой большой поддержке они будут осуществлены. Вероятность очень невелика. это буквально еще. Третья семья. Никакой еще. Домную руку тянет, пожалуйста. Простите, а в Советском Союзе было крупное и высокотехнологичное? Пожалуйста, вас не будет слышно. Вы подойдите, сейчас идут выступления, уже не вопросы. Вопросы уже проехали. Сейчас идут выступления, пожалуйста. Выступление тогда. Идите, мы хотим вас видеть, мы вас не видеть. Вопрос входит. Пожалуйста, вот руку тянул в выступление. Микрофон возьмите, пожалуйста. Включать надо? Товарищ, вот я прослушал сегодняшние сообщения, и мне кажется, что все, что сегодня было сказано, мы могли бы и самостоятельно все прочитать. Ничего здесь нового, в общем-то, нету. В плане анализа того материала, который сегодня преподнесет. Прав Степан Сергеевич, что надо было критиковать то, что тут сказано. А потом вообще, предложение Глазиеву, это же чистая утопия. В условиях буржуазного общества предлагать какую-то чушь. Это все бы хорошо, если бы у нас было советский строй. Мы бы все поддержали. Какая буржуазия, которая сейчас стоит у власти, разрешит хоть один шажок сделать. Не случайно Путин его не слушает. Он хитрит. Он понимает, что тот прав, но он все время ведет в сторону. Не замечает Глазиева. Он не для той эпохи, в общем-то, этот человек. А потом вот тут говорили о том, что, я тут даже записал, что развитие производства в интересах рабочего класса. Верно. Но рабочий класс этого не чувствует. Вверяю вас. Я вот каждую неделю, по четвергам, сегодня, кстати, четверг, хожу на админалатейский завод. У меня есть там люди, которые там работают, квалифицированные. Что они говорят? Мы рабы. Я говорю, вас это устраивает? Устраивает. И вообще-то со своей газеты иди, молодцы. Я говорю, подпишите мне список людей, которые поддерживают выдвижение нашего представителя, скажем, законодательное собрание. Да ты что, с ума сошел? А зачем это нам надо? Нам и так хорошо. Половина, вот под праздник, половина смены выходила, около тысячи человек. Половина пьяных. Разговаривал со всеми. То есть, говорить о том, что сейчас рабочий класс такой, который может что-то сделать, нет. Мы что-то сейчас ничего не говорим о революционной ситуации. Забыли ее. Все мы ее знаем, формулировку ленинскую. Верхи, низы, могут, а не могут, обнищание масс. Но мы забыли четвертое положение, о котором ничего не говорят. Это самопожертвование тех людей, которые хотят свернуть эту власть. Есть оно у нас? Нету. Нам всем дали участки садоводческие. Сидим мы там. Чтобы мы жертвовали на себя, рубашку рвали, не будет этого никогда. Поэтому пока это сейчас творится, нам действительно чем надо сейчас заниматься? Вентилировать мозги людям. Объяснять им, рассказывать. По существу. Все, мы скользим по поверхности. Иногда используем такие лозунги, которые уже нам приелись. А нужно по-другому говорить с людьми. И больше контакта. А вот контакта-то у нас почти нет. Я говорю, что я с рабочими разговариваю. Они мне говорят, ну слушайте, вы то, что вы мне говорите, я полностью поддерживаю. Но я ничего не буду делать. Вот такая апатия. Все, спасибо. Да мы начнем по кругу. Не, не, не. А где? Буквально 30 секунд. Пожалуйста. 30 секунд. Сображение Михаила Васильевича. Он развел понятие государство и промышленность. Да, производство. Развел. Это два разных. Но нет. Нет. Производство вообще. Есть конкретный исторический способ производства. Базис, совершенно верно. И соответствующий ему настройка государства. Сейчас капиталистический способ производства. Развивая его, вы развиваете и настройку государства, которая соответствует этому способу. Поэтому не надо поддерживать вот этих никаких концепций. Потому что это поддержка капиталистического способа производства, капитализма. Надо выступить против, с критикой. Спасибо. Пожалуйста, кто еще желает выступить? У вас выступление, пожалуйста. Простите, пожалуйста, у меня только реплика. Просто в Советском Союзе было круто. Давайте сюда. Вы вас не видны. Вас не слышно. Вы не видны. А бросьте, пожалуйста, вот этот же сын. Красивая женщина. Пожалуйста, держите. Вместо ручки. В Советском Союзе было крупное и высокоразвитое технологичное производство. Оно и досталось в наследие России. И цифры предприятий, неверно называется, пресса изобилует данными о том, что там 125 тысяч рабочих. Увольнения гигантские. Вовсе не 3,7 тысяч на каждом предприятии. То есть основа, дай бог, империалистическая. И куда же она делась от Советского Союза? Да как? В одну секунду? Им все осталось, все то, что было. Нет, нет. Вот. По частям разобрали. Медлили. Ну, во всяком случае, там он не вырастет, не нарастет. Ждать, пока нарастет новый рабочий класс. Ну, а что делать? А что делать? На лошадь выходите, на лошадь. Все, спасибо. А вот, нас уже здесь сколько? 30. Ай-яй-яй, 30. Да. Да, что же мы здесь сидим? Ай-яй-яй, мы здесь сидим не надо. Да. 22 лет бегаем. И что? Не бегаете. Спасибо. Да спасибо большое, не бегаем, да? Так, все, заканчиваем. Вот это уже остановление. Да, вы спокойны. Не могу просто. Ну, немножко. Пожалуйста, последний давайте выступаем. После того, как наши производительные силы... Давайте, есть порядок, давайте, пожалуйста. Пройдите. Да пройдите, я сам с нами. А то вы коллегу уговаривали, а сами не идете. Нет, ну вот мы как вот это, ну, обсуждаем этот вопрос, да, уровень развития производительных сил наших. Они же были разбиты в 90-е годы, ну, даже раньше, в 80-е годы. И сейчас сохраняются только осколки производительных сил. И новые немножечко поднимаются производительные, появляются производительные силы. И поэтому, конечно, капиталистическое государство, олигархическое правительство не заинтересовано развивать производительные силы. Потому что производительные силы опять встанут противоречие. Обязательно с этими производственными отношениями, которые создали олигархи. И олигархи заинтересованы удержать эти отношения. Иначе они улетают. Иначе они не могут разбогатеть. А это буржуазное правительство, оно должно обязательно удержать те свои отношения, которые они создавали. Вот которые закрепляются в Конституции Ельцина и так далее. Мы же живем до сих пор по Конституции Ельцина. То есть с 93-го года. А что делал Ельцин? Ельцин разбивал наши производительные силы. Он уничтожал просто их. И вот как вот произойдет этот рост еще производительных сил? Это тоже большой знак вопроса. Без коммунистической партии, которая будет принимать там законы, если вот войдет она, только она может дать рост производительным силам. А вот эти олигархи, они будут нас все время запутывать и заигрывать с нами. Будут как будто один скажет положительное, а другой будет отрицать. И в общем движения никакого и не будет. Они не дадут, потому что они, как правило, задерживают. Их задача затормозить развитие, задержать его и в это время как-нибудь обогатиться. Давайте заканчивать тогда. Если позволите, тоже два слова, я буду заключить на слово. Давайте я скажу пару слов. Последний, пара слов. И заканчиваем. Подводите, кто здесь? Вы говорите, что здесь большинство выступающих не понимает одну вещь. Что политика, в политике нет мелочей. Политика – это искусство. Искусство не простое, а ювелирное. И вот я полностью, абсолютно согласен с Михаилом Васильевичем, который говорит о том, что нужна политика. В борьбе, в нашем деле нужна политика. Нужно искать пути и использовать те возможности, которые есть. Я вот только это хотел сказать, что и я полностью согласен с Михаилом Васильевичем. Буквально два слова. Я думаю, что тема сегодняшнего выступления Бориса Николаевича своевременно и правильно поставлена нами. И вот та дискуссия, которая развернулась, она как раз свидетельствует о той остроте вопроса, который обсуждается. Я только два замечания сделаю. Вот, к сожалению, выступающие вы не представились. Вы сказали, что сейчас предложение Глазьева, скажете, утопия. А вот если был бы социализм, они прошли. Я должен только отметить, что вообще Глазьев – это буржуазный экономист. И предложение его – это предложение буржуазное. И при социализме они были бы вообще реакционными. Это один. Во-вторых, там другие были. Принципиально другие, диаметрально противоположные. Второе. Вообще большая разница. Диаметрально противоположные – это разные вещи. Производство производительной силы. В общем, я хочу сказать о том, что раз такие у нас вопросы, дискуссии, прям по положенной точке зрения, значит, стоит, есть необходимость продолжить эту дискуссию. Вам заключить на сайт. Ну, товарищи, я в первую очередь благодарен, что мы вот так активно все сегодня занимались. И наш формат позволяет разобраться, что же Глазьев предлагал. Если сказали, что мы услышали нового от Глазьева, ну, вы знаете, вообще, если в любой аудитории или в любом месте спросите, а какие же меры предлагал Глазьев, я думаю, основная масса российских граждан и в первую очередь рабочих ничего об этом не знают. И ни одной меры могут и не назвать. А в нашем формате, вот мы здесь встречаемся, обсуждаем, и каждую меру мы рассматриваем. Поэтому я считаю, это у нас очень интересная встреча, и хорошо, что у нас есть такой университет, и есть такая площадка, где мы можем обсуждать. Теперь, что касается, вот один выступающий, другой говорил о политике. Надо понимать, что такое политика. Политика по определению – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И, конечно, господствующий класс осуществляет власть и удерживает власть. Но мы должны понимать, что если не будет развития капитализма, не будет никакого коммунизма, и к социализму в его первой стадии не придем. Как, что сейчас можем в рамках Советского Союза? Вот давайте, вот что было плохо. Многие у нас политики и в рабочем движении, что было плохо, чтобы все разваливались. Вот тогда рабочие встанут и придут к власти. И что, встали в Советском Союзе? Не встали. Начиная от… Уже нет Советского Союза, от Прибалтика. Что у нас в Прибалтике? Посмотрите, что в Латвии работает. Электрички выпускают, ВЭФ работает. В Латвии делают микроавтомысы. Многое производство вообще перестало существовать. И что? Там уже Совет… Уже Союз Европейских Государств. Там уже блок НАТО. Уже в Нарвии, вот в Эстонии, рядом с нашим городом, 150 километров маршируют уже НАТОвские войска. Вот вам все движение. Если не будем отстаивать и развивать крупное машинное производство, которое именно даст импульс развития всему рабочему движению, не будет России, как ни стало Советского Союза. И рабочее движение, конечно, должны поддерживать, что раз и рабочее движение, не за рабочие новые места, не за развитие производства, чтобы наша страна мощная была. А из этой мощной страны, как и в 17-м году, когда была пятая экономика в мире, мощнейшая была страна, и произошла и Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Спасибо за внимание. До новых встреч. Объявление. Значит, у нас последнее занятие. Следующий четверг. Заключительное занятие. В этом полугодии. Семинарское. Да, в этом полугодии, конечно. Семинарское занятие. Отличие от лекции – это то, что присутствующие будут выступать. Значит, мы тему обсудили и предлагаем, поскольку сейчас у нас обстановка спокойная, замечательный зал, есть возможность посмотреть опыт строительства и развития коммунизма в нашей стране, и поэтому выносим на семинарское занятие тему распределения присоциализма. Значит, для подготовки, вот я готов раздать некоторый материал, прошу вас посмотреть, подготовиться к следующим четвергам. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.